так здрасте дорогая публика у нас сегодня с анастасия ножка радиоведущий с канала которая радио к радиостанции который называется который называется значит говорит москва вот мы сегодня с ней у нас такой утренний разговор да я-то называл полдниками но завтраками нехорошо вот утра с анастасия ножка раз в неделю у нас бывает утро я хотела борис сергеевич сказать что вот я теперь насмотревшись ваших же роликов про смену движения воздушных масс и жду когда следующий снег выпадет но не но не без удовлетворения отмечаю потепление общее что птички начинают петь я же подумала что не только мы не помним как был ледниковый период на и птички не помнят для птички вообще это никогда не помнили до могут ошибаться с одной стороны но с другой стороны мы же знаем что каким-то удивительным для человека образом животное ориентируется факта и вот есть известный пример когда какие-то пеликаны по моему из австралии перелетают в африку в одно из озер такое есть озеро похоже на байкал похоже по происхождению я забыл как называется такой длинная узкая и там родятся какие-то креветки которых любят эти пеликаны из австралии но родятся они не каждый год и когда есть урожай этих креветок вот их там много пеликаны прилетают преодолевают этот индийский океан но когда их нет и она не придает да и и вот ну ученым вроде бы не удалось пока насколько я понимаю выяснить как они там куда не узнают да 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 ну или как луковичка которая знает что зима будет холодная там одежек много делает я вот хотела с вами у вас уточнить вы сами ты не без удовлетворения отмечаете что весна приходит еще не в этом году не в этом сезоне может я не знаю как особо я не отмечаю но весна пришла куда и деваться это хорошо что оледенение в этом году не наступит в этом с не в этом сезоне сменится циркуляция ну да но печально вообще что она может смениться хотя это вот по большому счету так же как наступление ночи и зимы неименуемо и мы привыкли считать что в зиме есть своя прелесть да понятно что люди которые никогда зимы не видели вот люди которые никогда зимы не видели они этого не понимают но для них это просто испытание да но какие жители теплых краев где это никогда не бывает а у нас но наконец-то кончилась осень вот теперь будет снег мороз солнце значит такие вот так сказать к великолепными коврами блестяно солнце снег лежит но принципе говоря также должно быть и с точки зрения некого существа которое живет там сотнями тысяч лет даже миллионами потому что он на своем веку то существо бывает встречает ледниковый период и вот ледниковый период это обычное состояние атмосферной циркуляции кстати говоря наиболее стабильное да и вот он с удовлетворением это встречает и кстати говоря не надо забывать что вот с одной стороны ну вроде бы это плохо да ледниковый период с другой стороны вот не было бы ледниковых периодов не было бы такой очень ну скажем так развитой как это хорошо про эволюционировавшей фауны фауны млекопитающих мамали до мамали мы мамали млекопитающие вот не было бы и вообще по всей видимости вот то что так вот быстро за последние 30 миллионов лет прошла эволюции вот этих вот мамали собственно совсем незаметных маленьких мелких существ которых даже убрали там был ну как не стенд а была витрина палеонтологическом музее на вот на так сказать антресолях зала динозавров были там палеонтологическом музее что вы говорите это это замечательная московская достопримечательность пойдем сходить до станции метро теплый стан вот так вот там значит была маленькая витрина такой типа ну маленький стол которым значит вот витринке там под под большим под большой как это называть это лупой лежали зубы удовлевоких далеких предков млекопитающих да они такие мелкие были там что их их когда добывает их просто сказать но как золотоискатель добывает золото также вот и палеонтологи добывали эти зубы промывали там и что-то такое там смотрели золотоискательство как блеснет золотинка эти уж не знаю что смотрели в общем они нам были большое количество этих зубов тем не менее и вот эти зубчики там были вот за 30 миллионов лет вот благодаря вот этим чередованием тепло холд тепло холд тепло холд тепло холд очень большая часть мам мамали погибала самые живучие самые перспективные выживали эволюционировали и вот конце концов и человек появился все такое вот и кстати в том где вы говорить про то озеро похоже по происхождению на байкал это очевидно значит район африканского разлома это те места где в общем то говоря ну рядом с теми местами есть алдувайское ущелье ну это оно не единственное место было обитание тогдашних как говорят так сказать гоминид вот но одно из мест это как раз африканский разлом там рек там течет вода в африканском разломе да и все хорошо река течет большая она несет воду там можно жить не так уж жарко а в ледниковый период там очень жарко вот чем дело то вот я хотела спросить про нас я поняла что между ярославлем и москвой допустим да постоянно снежный покров как говорят как говорит наука да это не я да что допустим ужас какой ну ладно это не мы это в математике допустим положим до математика так говорили этого лечита фантазия ну ладно да но это надо это надо принять конечно это здесь понятно и мы кстати ну и человека в общем есть опыт проживания в экстремальных этих условиях да 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 проживают люди там на крайнем севере там вообще в черте где да ну вот в антарктиде наверное как так не живут специально но просто потому что туда не попали если попали по берегам наверняка божили ловили бы пингвинов может даже приручили бы может быть их были бы вот какие-то пингвини так сказать там я не знаю стада там на пингвинах может даже ездить я не представляю как можно ездить на пингвинах на страусах то ездят и просто знаете на радио звонился есть такая там программа народный адвокат это когда адвокаты там сидят и народ звонит они за счет экспресс консультирует там по наследству по таким всяким делам и дозвонился человек мне так насмешило говорит нам надо избавиться от квартиры как ее отдать государству и мы нам не нужна квартира а мы не можем ребенка там куда-то перепрописать поэтому надо короче от нее а да у ребенка владеет этой квартирой тоже поэтому надо как как это все делать адвокат говорит а что это такое я хочу расприватизировать ее как это зачем вам это пусть будет ну квартира вот а он говорит так она же в иркуте она говорит ну продайте он говорит крышник не покупает а в иркуте там а коммуналка там 12 тысяч там или сколько там за это ну сколько то сопоставимое с нашими тянет карман это все продать невозможно в иркута но вы знаете там пустые дома оттуда люди уезжают да как-то очень там какие-то фильмы интересные документальные снимают но смотреть это интересно а там внутри иркуты не так наверное постоянно но это будет да будут у нас тоже такие а вот дальше вот южнее что будет происходить не я вот это не очень поняла вот здесь например такая история как с воркутой а потом это все промерзнет это будет вечная мерзлота так называемая а ну да ну то что то вечно это едва ли она станет такой уж вечной в нашей это ведь потому что у нас то ведь нет вечной мерзлоты в наших местах как ни странно да она оттаяла какой-то момент это хороший вопрос про вот эти вот вообще вечная мерзлота очень живучая вещь и она вот так прям сразу легко не растает вот так вот не пропадет она же очень долго и она же очень долго и долго это вечная мерзлота то она долго держится вот я разговаривал с одной дамой как это называется это правильно говорить глициолог но она такой глициолог про подземные льды да глициолог у ледники там горах там антарктиде а этот подземными льдами занимается она но и вот когда сейчас говорят вот сейчас таяние ледников там происходит сейчас вечная мерзлота растает ну то есть она вот уверен что от вечной мерзлота так быстро не тает это вопрос там очень больших протяженных периодов времени да ну это понятно да огромное количество огромная холодная масса которая должен пройти вот этот фазовый переход от твердого состояния в жидкое должна вода перейти ну всякий кто проходил школе физику так понимает о там такая масса да есть там кусок льда в комнате тает не сразу да там там тем более ведь не не комнатная температура приходит холодненькая про холодненькая долго долго будет таять да у нас тут когда весна наступает где снег не за один день тает сколько вот тут снега ерунда а там-то это огромное количество миллиарды тонн но что в европейской части допустим постоянно снежный покров а вот в случае смена вот этой циркуляции например в сибирской вот есть непригодные у нас вот эти территории да западная сибирь там эти болота и все тяжелые условия пасюганские болота знаменитые да да или какая-то замерзнут пултор она может быть там наоборот станет хорошо красиво и но как там хорошо стань то там же холодно там же еще холоднее будет там же там же континентальный грецт континентальный климат по-любому там самый плохой самый плохой не то что будет холодно а то что то что сменятся все, так, биоцинозы поменяются. Биоцинозы. То есть, вот, есть, например, вот биоциноз, который называется вот там, где олени живут, как это назвать, арктические, да? Там где-то ягель они добывают, да? Ну, и вот, казалось бы, ну, вот будет у нас такой же климат, и будут у нас тоже оленя бегать, да, ягель добывать под снегом. Нет, они будут бегать, но для этого нужно, чтобы биоциноз сменился. Это не быстро. Наверное, быстрее всего сменится биоциноз в пустыне Сахара. Там появится степь. Но это тысячелет потребуется, не меньше. А в степи будут бегать эти самые копытные, за ними будут гоняться хищники. Все очень красота. Можно кино снимать. Ну, как это называется? Не пампасы, пампасы это не там, а саванна, саванна. Вот, степь леса, степь, саванна. Африканское лесо-степь. Саванна называется. Вот, там будет Саравийский полуостров тоже. Да, наверное, там еще есть место тоже такое. Райский уголок, райский уголок, это будет называться этот вот Синайский полуостров. Вообще считается, вот, вот, кстати говоря, в том издании Библии, которое я читал в советское время, это я брал в библиотеке Ленина. Брали? Да. Да. Брали с собой, да, Библию? Нет, с собой не давали, естественно. Там не дают с собой книги в библиотеке Ленина. Такая большая зеленая книга была, официальное издание, это Московской Патриархии. И вот там были карты на все случаи жизни, карты, значит, времен жизни Иисуса Христа, и карты, вот, так сказать, библейской истории, да, там, сотворения мира. И вот там место, где был райский сад, обозначено, это Синайский полуостров был. Вот на Синайском полуострове был райский сад. И, кстати говоря, это вот удивительным образом вполне соответствует современными представлениями, как это сказать, антропогенеза, что ли, да, есть такое слово, антропогенез. Вот. Да, происхождение, генезис, да, ну, не то, что происхождение, генезис, развитие, да. Вообще, я хотел всегда, говорил раньше, генезис, ну, это в силу своей провинциальности, да. А я тоже говорю генезис. Я тоже говорю генезис, но, оказывается, надо говорить генезис. Генезис? Да, ну вот, ну, видите, мы с вами одинаковые провинциалы. Ну, да, вы же из Санкт-Петербурга, господи боже мой, тоже, тоже и тоже не москвичка, да. Ну, вот, наш президент тоже из Санкт-Петербурга, он говорит обеспечение, так же, как и я. А раньше говорили обеспечение, велели, раньше меня даже велели переговаривать иногда. Обеспечение, это было, это единственное слово, которое мне легко удалось запомнить. Я хотела Синайский полуостров всем показать, кто... Ну, знаете, мало люди... А, давайте покажем Синайский полуостров, я сейчас вам дам право демонстрации экрана. Вот, пожалуйста, демонстрируйте. А без печени легко запомнить, потому что без печени, это очень просто. А все остальное запомнить невозможно. Шер-скрин, сейчас эти. Да, ну, так я там дальше продолжу, продолжу тогда. Так вот, там, как утверждают, вот он, Синайский полуостров, да, вот между Израилем и Египтом. Вот так вот, вот он. Ага, ну вот тут нас заодно видно. Вот он там внизу, там, видите, там, где Уганда, там большое такое озеро, да, красивое, да, красивое большое озеро. Вы про вот это тут... Озера вот эти, да, вот он. Не-не, нижний, вот он, это, по-моему, озеро Виктория, а еще ниже, вот там совсем эти вот узкие озера, разломы. Ну, это не озера, это реки, да? Это реки. Это реки такие разливные, большие. Ну, да, озера, значит. Вот, так вот там, вот тут вот эти вот те места, откуда вот когда-то человечество пришло. И вот эти вот человечества, наши предки, Homo sapiens, они были, значит, такие все замечательные. И были они чернокожие, естественно. Потому что при этом освещение, там надо много очень иметь в крови, в коже, так сказать, меланина, иначе там совсем сгоришь. И вот они-то и добрались туда, вот до этого самого райского сада. Там еще был тогда райский сад. Это что-то про физику пошло дело. Вот. И вы билеты их ищите на Синайский полуостров? Нет, я хотела фотографии посмотреть. А, посмотрите. Так. Да, и вот они, значит, добрались и там встретились совершенно случайно с жителями таких, скажем, европейских краев с неандертальцами. У неандертальцев, как говорят современные вот специалисты, палеонтологи, можно сказать, у них была проблема. У них как-то вот небо не так устроено, как у нас. У нас не оба так устроено, что к нему можно прикрепить очень много разнообразной предназначенной мускулатуры. И мы поэтому активно владеем языком. Болтаем, трепемся, да. А вот о них особо не поразговариваешь. Не поразговариваешь. И поэтому, как предполагают, что неандертальцы, хоть обладали высокой, по нашим понятиям, культурой, они покойников хоронили, они, значит, украшали их тела при погребении цветами, да, вот это вот такие вещи археологи зафиксировали. Но вот особенно, говорит, говорливыми, скорее всего, не были. И вот один советский ученый, который говорил, что я никогда не опубликую этих данных, поэтому я не буду называть его фамилию, он утверждал, что, скорее всего, коренные жители этой вот к югу от Австралии, называется как остров большой, так вот, Тасмания, жители Тасмании, коренные жители Тасмании, тасманийцы, которых туда когда-то вытеснили пришедшие в Австралию вот эти вот чернокожие австралийцы, да, это особо отдельный раз, они их туда вытеснили. Так вот, эти люди, говорит, скорее всего, были, говорит, неандертальцами, такими, говорит, ну, как это, мелкими, по-нашему сказать, а ведь у палеонтологов есть свое название, так сказать, грацильными, ну, то есть, так сказать, грациозными, грациозными. А вот у них, так вот дальше-то он говорит, а у них с небом-то было плохо, он-то их черепа исследовал, он специально скажет по черепам, и говорит, и вот, а вот, да, вот они, а вот замечательные товарищи, которые были англичане, они туда, когда появились, они утверждали, что местные жители не умеют говорить, у них нет языка, ну, то есть, вот, англичане решили, что они неговорящие, молчаливые, вот они. Но, вообще говоря, до эпохи фотографий, вот, дожила только одна вот эта женщина, она где-то у кого-то жила в прислуге. Вот она? Нет, нет, вот, нет, нет, чуть выше, вот такая фотография, да, вот. Но есть фотография, где она сидит в европейском платье, так сидит себе и сидит, ну, это такая фотография 19 века. Остальных, вот, англичане перебили, как утверждается, как вот они на них охотились. Говорят, что это неподходящие для нас соседи. Ну, вот, ну, англичане, цивилизованный народ, они так вот поступали всегда, когда приходили на какие-то места. Вот, вот эти вот тасманийцы, якобы, вот такой вот народ. Ну, вот тут, правда, много очень австралийских аборигенов, собственно, тасманийцев тут очень мало, я думаю. По-моему, вот одна только эта дама, тасманийка настоящая. Собственно, ее только фотографии-то и были, да, а все остальные, они были не совсем тасманийцы. Вот, видите, она так сидит, смотрит, как будто такая она молчаливая, да, вот так, как по внешнему виду скажут, что она как не очень разговорчивая. Хотя внешний вид бывает обманчив, тем более, когда на фотографии человек сидит с закрытым ртом, а он, может быть, в жизни такой болтун-болтун, он скажет, помолчи хоть чуть-чуть. И дальше он опять начал болтать. Возвращаясь к Сенайскому полуострову, сейчас вот по ситуации на сегодняшний день он не выглядит райским садом абсолютно. Пустыня, да, вот те места как раз вот перестали быть пустыней. До этого там как раз был стык того места, которое называется экваториальной зоной, там был совсем невыносимый, и вот приполярная зона, да, юг Европы это был полярные края. Да, и вот, между прочим, еще тоже очень интересный факт, он меня всегда потрясает. Есть такая замечательная река Конго. И она очень глубокая, но не на всем своем протяжении, а туда уже ближе к океану. Вы знаете, потрясающая глубина у нее. У нее глубина потрясающая. Это что-то типа 500 метров. Для реки, по моим понятиям, это совершенно невозможная глубина. Представляете, вот река 500 метров глубиной. Это же как океан. Да, это очень, ну это потому что это на самом деле не река, это уже разлом какой-то. Это река. Это река. И у нас есть замечательная река Нил, знаете такую реку, да? Но у нее все знают, конечно. Но она, правда, не у нас, она в Египте, но все равно как бы у нас. И вот для меня загадка, почему Конго не стал такой рекой, как Нил. Дело в том, что в эпоху ледникового периода уровень мирового океана был существенно ниже, чем сейчас, да? Правильно? Потому что значительная часть воды была сосредоточена в ледниковых вот этих вот куполах, который вот лежал на севере Европы, он до Киева доходил, и южнее Киева все был ледник. Лежал ледник на Гималайских горах, лежал ледник в Северной Америке, что-то там в Южной Европе происходило, в Южной полушарии что-то происходило. Там тоже были большие, значит, ледники. Но самое-то интересное, что уровень океана был ниже. И как быть рекам, которые текут, как текли, так текут. Вот из этого тропического пояса в Средиземное море, вернее, в сторону Средиземного моря протекало две реки. Одна река вот до сих пор течет Нил, а другая река названия не имеет и протекала через Ливию, да? Современная Ливия. Там где-то в тех местах. Там даже есть подходящий для этого дела залив в море, вот что туда впадала река. И вот знаете эту историю, нет? Нет. Вот. А в ту пору, значит, уровень океана был ниже. И, соответственно, вот между Атлантикой и Средиземным морем там есть такой уступ, да? Были даже такие проектанты, проектировщики, товарищи были. По-моему, итальянцы были. Они всегда все что-нибудь такое вот. В начале 20 века у них всегда были такие огромные идеи, такие, знаете, вот что-нибудь сделали. Копать хотели, да, что-то? Нет, 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 нет. Футуристы. Они хотели помочь природе построить там плотину, отделить Средиземное море. Сколько новой земли освободиться, говорили они, представляете? Я сейчас еще... Виноградников понасажаем, еще что-нибудь. Ну, это ладно. Вот в ту пору этот уступ так и работал. В проливе, это, Гибрартарский пролив, он тогда проливом не был. Видите, он какой узенький, Гибрартар-то. Вот Гибрартар мы все знаем, да. Он совсем узенький, маленький, там уступ. И вот этот вот уступ отделял Атлантический океан от Средиземного моря. Соответственно, Атлантический океан был ниже, чем сейчас гораздо. И поэтому река Конго текла туда и промыла огромный каньон. Конго промыла каньон. Вот, и вот эти, а вот покажите, пожалуйста, Ливию, там места. Ну да, правее поехали, правее, посмотрим, где вот, где впадала, ну, чуть-чуть правее переместимся. Пойдем, где впадала та река, которая раньше называла, нет, это правее, это Алжир. А где что? Вот правее Туниса где-то, нет, 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 это левее. К востоку пошли. Вот левее. Вот где-то здесь вот этот вот, места вот тут вот, где-то вот, то ли правее Триполи, то ли левее Триполи, вот тот-то впадала та вторая река. Вот. Вот, ее сейчас нет. И вот обе эти реки промыли тоже, как и Конго, гигантские каньоны. А каньон, который промыл Нил, он постепенно его заполнил осадками. И надо сказать, что этот каньон впервые обнаружили геологи, которые готовились к постройке Асуанской плотины. Знаете эту знаменитую плотину Асуанскую? Нет, расскажите, что за плотину. Вы что-ли, что ли, не знаете по Асуанской плотину? Вы слышали, вот так прям, что сказать, что я что-то знаю про нее. Вы, значит, маленькая. В мое время мне все это рассказывали, люди на Ниле, был такой вот некий такой слоган, да, или как слоган. Вот Асуан, вот Нил. Да, вот Асуан, где, во-во-во, вот в районе, вот выше по течению от Асуана, видите, такое развитое водохранилище. Видите, да? Вот это вот водохранилище после Асуанской плотины. И вот там была гидроэлектростанция, Асуанская плотина, при помощи Советского Союза она была построена. А когда геологам надо было, значит, под нее исследовать, ну, где будет фундамент, они бурили скважины, оказалось, что весь вот это вот долина Нила на самом деле заполнила, значит, алювиальными отложениями мягкими, да? А под ними глубоко-глубоко там, ну, нормальные породы, вот одно вот этого вот самого каньона, который когда-то Нил промыл. И тут-то догадались, батюшки, да, во время ледникового периода он протекал и промывал все это дело. То есть он был существенно шире, чем... Он был существенно глубже. Он просто тек по дну каньона промытого. Потому что он втекал в Средиземное море, а в Средиземном море уровень был гораздо ниже. И моря, собственно, не было, а были грандиозные солончаковые болота. Вот такая территория солончаковых болот. Вот. Вот. И солончаковой пустыни. Солончаки, короче говоря, там были. Вот. Вот в этих местах так вот было построено дело. Вот. А вторая река через стекла, через Ливию. И в Ливии она... Она так домылась, что домылась, она потом промывала, доканьонилась. До... Как это называется? Я боюсь, что я не совсем четко в геологическом плане скажу. Называется это железистые песчаники. Может, я неправильно говорю. Эти железистые песчаники оказались очень восприимчивы к воде. Они внутрь много очень влаги пустили. Там сейчас грандиозное подземное месторождение воды. Месторождение воды. Да, грунтовые воды. И, кстати говоря, при Муаморе Каддафе, у него же денег было много, у него там была эта ливийская джимахерия. Вот. Он их пустил на как раз разработку этих вот месторождений воды, строить огромные насосные станции. И он хотел всю вот эту ливию превратить в цветущий сад. Потому что там воды очень много, вот подземных вот этих резервуаров. Вот. Ну, у него не получилось превратить в цветущий сад. Потому что вот он не воспользовался нашим лозунгом. Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Поэтому мы не будем делать калоши, вернее, будем делать калоши, не будем делать, значит, ботиночки, будем делать ракеты, танки, снаряды, мины, бомбы. А вот он, значит, отказался от ядерного оружия, ну, тут его и пришибли. Вот так вот. Был бы ядерное оружие, был бы какой-никакой канал. Ну, правда, он ему, наверное, пришлось бы, так сказать, подольше строить, а так и вовсе его никто не строит. Вот. Ну, это ладно, в сторону такой фразы, зачем ты так поступил. Вот. Вот так он поступил, тем не менее. Вот. И вот, значит, там огромные запасы воды вот есть. И вот для меня остается загадкой. Вот это река Конго. Это, по-моему, самая крупная река, которая из Африки впадает в Атлантический океан, насколько я понимаю. И Конго там, значит, внизу их очень большая глубина, типа полкилометра. По моим понятиям, для реки это ужасная глубина. Ну, просто ужасная. Она, естественно, промыла этот каньон. А так просто река не промоет. Ну, течет она, течет. Ну, с какой стати она километр-то промоет себе, да? Она его промыла еще в ту пору, когда была каньоном. И вот для меня загадка, почему Нил заполнился отложениями, то есть, как это, алювиальными породами. Песочек, глина оседает, да? Алювиальные породы. А вот это замечательное место, как Конго, она не заполнилась. А вот так и пронесло его туда, да? Так и пронесло. Так вот он и живет. Ну, да, может быть, еще заполнится эта алювиальная порода. Может, она еще глубже, когда была. Кто его знает. Может, течение такое. А их использовать как-то можно, эти алювиальные породы-то? Они вообще... Глина, глина, песок, глины, тонкий песок. Вот это называется алювиальные породы. Используйте их, пожалуйста, но что, не используют глину? Используют глину и песочек используют. Много способов есть. Самые, кстати, крупные потребители глины, знаете, какой вид человеческой деятельности? Промышленность, наверное. Это понятно, что промышленность. А какая? Я сейчас подумаю. Ну, стекло? Нет? Производство полимеров, может быть? Ну, вот последнее ближе. Но вы, наверное, не думали об этом полимере. Бумага. Бумага – это ведь тоже некая композиция, да? Правда? Бумага. Я точно не подумала. Вы сжигали когда-нибудь бумагу, да? Да. Зачем вы не прочли мое последнее письмо? Вот, и вот когда сжигаете бумагу, что остаётся? Остаётся такая вот чёрная скукуженная масса, да? Эта чёрная скукуженная масса – это у вас вот та глина, которая была добавлена в бумагу. Значит, там в бумаге есть волокна. Но вот эти вот, ну, в общем-то говоря, как бы сказать, это длинные-длинные полимерные волокна, состоящие из целлюлеза. Волокна целлюлеза, да? Так? Ну, да. Целлюлеза – это тоже полимер, но природного происхождения. Вот. И вот добывают там из хлопка, из деревесины научились теперь делать. А раньше из хлопка. Раньше вся бумага была хлопковая. В старые времена. Вот. В старые времена, когда вот ещё только появилась в Европе бумага. И вот, чтобы между ними что-то было, туда добавляют глину, вот, так сказать, мелованную бумагу. Знаете, такую шикарную мелованную бумагу, на которой печатают всякие альбомы? Да, знаете, итальянцы, когда приезжали в 90-е годы, ну, туристы у моей мамы, они очень удивлялись. Уже можно было заходить в магазины в наши. Помните, у нас одно время в упаковке молока такие были пакеты мелованные, длинные, высокие, литровые, где такой носик ты потом раскрываешь и пьёшь. Ну, в общем, неважно. И они удивлялись, что используется такой дорогой упаковочный материал. Потому что в Италии никто в мелованную бумагу вот так вот ничего не запаковывал. Ну, может быть, это были специалисты. Что за пакетики? Я помню, такие были, были такие, так сказать, тетраэдры, ну, такой, как треугольничек. Ну, нет, нет, да, нет, не треугольничек, сейчас, чуть позже, сейчас, пакет, пакет молока. Такой вот, такие прямоугольные такие вот. А, высокий такой вот так раскрывается, они до сих пор есть. Да, колоски какие-то нарисованы на нём. Кто был на нём нарисован? Ну, колоски какие-то такие голубые. Вот чё-то я не помню. Вот если вы покажете, мне будет здорово. Сейчас. Они разве из мелованной бумаги? Там толстая бумага-то она. Очень толстая, да. И вообще все эти пакеты, они ведь шведского производства у нас раньше были. Тетрапак назывался. Ну, наверняка, да. И вот это они нам поставляли, либо шведы, либо финны производили. То есть это не на... Они просто до Италии не дошли, видимо, эти пакеты. Может быть, да. Может быть, там слишком... Просто мы тут рядом с финнами-то, они нам поэтому и давали, продавали, вернее. Да, это импортное было оборудование когда-то, и вот на них там лепили. Ну, это интересно. Вы покажите тогда, когда заработали. Я не могу просто почему-то найти, но, видимо, схода так быстро не получается. Нет, ну, там мелованная бумага, которая всё-таки, это вот, ну, не та, из которой... Там почти картон такой. Не знаю, мелованный ли он, но он... Мелованный, мелованный. Он покрыт, отбеленный, да, и он покрыт у нас был таким тонким слоем полиэтилена, по-моему, изнутри-то, иначе бы она размокла. Да, 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 похоже. Из полиэтилена она бы размокла, и какая бы ни была она мелованная, она бы размокла. Вот, так вот, когда вы бумагу-то сжигаете, вот у вас целлюлеза сгорает, а вот этот тонкий-тонкий слой глины превращается в такой вот хрупкой, ну, это что-то типа получается, я не знаю, не получается там, конечно... А, ну да, вот этот пакет, да, но они до сих пор, по-моему, такие продаются. Ну, может быть. Похожие. Скоро перестанут, скоро перестанут уже передать. Скоро перестанут, думаете? Будем опять давать бутылочки, да. Ну, как, ECG Technologies у нас сейчас мы будем внедрять экономные всякие варианты, возобновляемые ресурсы. А эти свои треугольнички, вот эти, нам популяризировали тогда финны, очень объясняли они, улыбчивые финны, что этот вот потом оставшийся вот такой вот тетра... Тетраэдер, да, тетраэдер, потом его можно сжечь и получить какое-то количество энергии, да, что очень замечательное топливо. Нет, перерабатывать его, ну, как вы себе представляете переработка? Это же такая композитная, материал там, слои все эти. Да, да, это очень сложно. Так же, как и стаканчики одноразовые для кофе, они тоже не перерабатываются практически. Потому что слишком много разных этих. Но вот вы говорите, глина, да, помогает, получается, в производстве бумаги. Она как наполнитель бумаги используется, да. Да. Без наполнителя бумага, это бывает только денежная, на которую деньги печатают, и туалетная. Она без наполнителя. Ну, туалетная, чтобы она хорошо впитывала, да, поэтому ей не нужен там наполнитель. А та бумага, вот, ну, тоже качественная. Вот она немножко тянется так даже, знаете, вот как раньше проверяли, настоящий доллар или нет. Так беру, так, ну, он должен так растянуться в этом месте был. Ну, я сейчас в 90-е годы, когда... Забудем уже про это совсем, как они выглядят. Да сказать, про доллары думаете забудем, да? Ну, про физически, хотя не знаю, может быть, наоборот, не знаю. Я так давно доллары в руках не держала. Ну, сейчас мы вообще деньги давно в руках не держим, мы же пользуемся теперь карточками в основном. Ну, да, да. Ну, то есть, и как бы в этом смысле экономим, да, на производстве. Да, да, экономим на производстве бумаги, да, действительно, это удобнее обращение. Нет, нет, вот, кстати говоря про переработку отходов, вот регулярно эта тема всплывает на Президиум Академии Наук. А в силу того, что это Президиум Академии Наук, там люди серьезные, ученые, и они вот не живут в плену, так сказать, ну, как это называют, не пропаганды, а вот такого вот общественного мнения, что надо вот все сдавать, надо вот каждую бутылочку, значит, помнить, там все это вот переработать. Почему? Они смотрят на это, потому что глазами многовековых каких-то... Нет, ну, они умудрены опытом, и вот они понимают, вот что значит надо, чтобы все это можно было переработать. Ну, это, во-первых, ну, вот как вы себе представляете, вот каждый этот вот стаканчик, его надо помыть, во-первых, он должен быть чистым. Это надо просто, действительно, это как те места, где действительно так собирают раздельный сбор мусора, там это не просто вот отдельные ящики, их надо помыть, они чистые должны. Да, да. Действительно так, потому что иначе... Обезжирить, да. Не получится, да. Из грязного вторичного полиэтилена, вот, был такой вот на выставках, я регулярно раньше посещал технические выставки в Москве, там был такой объект, назывался это люки для канализации. Ну, такой, там чугунный обычно, а это был полиэтиленовый люк, но он был сделан из мешков полиэтиленовых, которые из мусора отбираются, они грязные, и вот он такой, вот этот вот черный такой люк, его специально красительнее добавляли, там просто грязь из полиэтиленовых пакетов внутри. И вот от него отливали из этого полиэтилена, как уж это делалось, я не знаю. Но такой вот люк был, он легкий относительно, он не чугунный, легче, да, чем чугун. Ну, ну, вроде как выполняет функцию, там, прочность, по ней ему машина может проехать, не провалиться. В жизни я их не видел, в жизни я их не видел. Да, и потом, если вот эти вот товарищи-собиратели металлолома, им не заинтересуется, он же не металлолом. Он так и будет там лежать. Это вот самый главный признак, иначе там, он же тяжелый, он сколько сдал его в металлолом, сразу уже выручка, да. Ну, я сейчас попробовала, вы сказали, я попробовала быстро поиском найти такой люк, не нашла. Полиэтиленовый. Ну, это исключительно выставочный был образец, я думаю, до широкого производства это не дошло. Ну, вот, вы знаете, у меня дома тоже, я была как раз таким активистом, который вот, я пыталась вообще все отделять и мыть, и мне говорили дома, значит, чем ты занимаешься, ты тратишь время свое на вот эту работу производишь, работу моешь это все. И еще тратить и моющие средства, засорять окружающую среду. Уже про это даже, да, про это забыли, надо напомнить. В общем, это раз. Второе, ну, что неудобно, почему я перестала этим заниматься как активист, потому что ты просто дом превращаешь в помойку, ну, по большому счету, просто тебе же надо это накапливать где-то, там, эти крышечки, там, эти шуршащие, значит, отдельно лежат шуршащие, отдельно не шуршащие пакетики, там, что-то вот это все. И очень быстро это все захламляется, потом ты освобождаешься, и тут же начинаешь снова, вот, это в малогабаритных, ну, в городских условиях это очень сложно сделать. Да, это как, это вот говорят в Норвегии, там, там у них площадь приходящейся жилья на одного человека больше, по-моему, в шесть раз, чем у нас, и у них разделение на шесть фракций мусора. И как раз, значит, у них, да, у них, получается, у них нужно не одно ведро мусора, а шесть везер. Ну, и понятно, раз площадь в шесть раз больше, пожалуйста, шесть везер. Да, я вижу болезненное выражение лица, вы сделали такое, вам больно думать об этом. Шесть везер, да. И самое-то главное, то, что вот так вот переработать, в принципе, можно всего лишь несколько процентов мусора, это раз. Во-вторых, мы к этому просто не готовы. У них там, в цивилизованном мире, как я говорю, у них для этого действительно все предпостроено. Вот, например, бутылочка с водой, да, она действительно очень хороша. Она состоит из полиэтилен-терефталата, по-нашему, лавсан, а у них это называется, так сказать, майлар, то есть вполне известное такое вещество, оно годится для переработки, если чистенькое оно будет. И вот, а на нем этикетка, правильно? Да, ее надо снять. Этикетку не просто снять, а убрать клей, которым она приклеена. И поэтому для того, чтобы это было перерабатываемо, надо везде, в масштабах всей отрасли, то есть всей страны, всей торговой сети, всех торговых сетей страны, нужно изменить способ прикрепления этикетки. То есть она у них сейчас не приклеивается, она у них приваривается. Обернули этикетку, и в этом месте, ну, типа паяльник электрический, и она припаялась. Когда вы снимаете, она бум, она оторвалась, и все. И у вас чистенькая бутылочка оторванная, вот все, ее переработку можно отправлять. А вот, понимаете, вот, то есть для того, чтобы переработка была возможна, нужно продумать про жизнь товара от самого рождения до его, значит, переработки, для утилизации. Ну да, конечно. То есть если вы делаете что-нибудь такое серьезное, типа автомобиль, вам надо подумать, а как вы будете его потом разбирать, превращать в металлолом и в всякое другое вторичное сырье. А вот какой-нибудь объект типа телефона, да, но рано или поздно, простите, выходит из строя, и тут кроме, так сказать, батарейки, аккумулятора, вернее, да, еще куча всяких полупроводниковых кристаллов, там еще чего-то, что с ними делать-то будем, непонятно. Что говорят академики, что говорят о комедии. Они говорят, и не только академики, к ним иногда приходят представители, значит, промышленности, да, обычно какой-нибудь большой начальник по внедрению научно-исследовательских разработок, там, в их вот отрасль, там, в нефтяной или в химической, ну вот. Они говорят, что вообще, говорят, нужно, говорит, перерабатывать не вот не так вот раздельно, а брать весь мусор, да, что есть, и из него извлекать нужные компоненты, сырье, перерабатывать. Вот как нефть. Нефть – это смесь всего чего там только нет, да, там от битума до каких-то легко испаряющихся фракций. И вот так и мусор надо вот так вот разделять. Ну, типа какая-нибудь термическая переработка, еще какая-нибудь переработка. В конце концов, его можно, если и не сжигать, все-таки при сжигании мусора подразумевает, что вы будете получать углекислый газ, воду, еще немножко, так сказать, сернистого газа, от которого надо еще избавиться, там же серый есть все-таки мусор. Вот, так вот, что-то такое, пиролиз, например, да, пред большим нагревом у вас будет разлагаться, пластмасса выделяться, то, кстати говоря, под большим нагревом у целлюлеза будет разлагаться. Ну, вот какие-то такие проекты, то есть действительно использовать как источник. А вообще, говорят, самый хороший способ избавиться от мусора, ну, чтобы он не засорял, надо закопать его. Это самый надежный. И причем, если вы решили закопать мусор, то лучше вам поменьше, чтобы в нем было бумаги. Сейчас-то как у нас? Полиэтилен, это очень страшно, представляете, если он в океане, как плохо. А вот вы подумайте, как вот наш полиэтилен, вот которого мешочек хрустящий или какой-то шуршащий выбросили, да, как он в океан попадет, да? Вот не подумали, вот как он из Москвы, из Тамбова, из Иркутска может попасть в мировой океан? Я не знаю. Он вообще туда не попадает. Я, кстати, недавно видела симулятор такой, сделали экологи как раз, где ты можешь любую точку назначить рядом с водоемом, ну, водоем любой, какую-нибудь реку Холову в Новгородской области, маленькую такую, кривую. И ты как будто бы ты там бросил стаканчик, и он в пределе, в интервале нескольких лет формирует по течениям, ну, это довольно простая программка, которая просто показывает маршрут, и где он окажется, этот стаканчик. В общем, в моем случае он в Норвегии оказался, из реки Холов. Ну, там вот он закрутился и уже оттуда не вышел из этого, как это называется там, море? Балтийское море. Балтийское или? Балтийское. А в Норвегию он должен был попасть, он должен был через датские проливы уйти. Ну, да. В общем, да, есть такие симуляторы, но вот вы говорите закапывать, а я была на полигоне на мусорном, на двух разных. И, как я поняла, закапывание, у нас же что-то вроде закапывания происходит, то есть тут наваливают кучу, и грунтов потом... И пересыпают слоями грунта, да, называется, да, санитарная свалка как-то так. Чтобы не раз... Да, чтобы ветер там не разносил. Чтобы ветер не разносил. И получается, что при большом скоплении этого мусора все равно выделяется еще и жидкость. Свалочные газы и жидкость. Какая-то, да, такая не очень... Вонючая. Да, и для нее специально нужен там водоотвод. И получается, что ваша рекомендация закапывать мусор. Ну, то есть вы хотите сказать, что в индивидуальном порядке, вот на шашлыках, например, самый такой вот сейчас... Нет, не в индивидуальном порядке, а это вот... Вообще глобально. ...большие свалки, да. Но, получается, мы правильно действуем, или наоборот нужно было бы заглублять их потом, как бы там... Все равно там же будет... Ну, вот вы не дослушали меня, вот самая главная проблема сейчас в современных свалах, свалочные газы, это то, что у нас очень много бумаги туда попадает. Вот если бы туда попадал полиэтилен, пластмасса, он так лежал бы и лежал бы, с ними ничего бы не сделалось. Он не вышел бы на поверхность. А бумага? А бумага, она же органика. Она там живет и перерабатывается. Значит, это называется... Происходит там без воздуха, вот этот вот процесс анаэробный, да. И вот там выделяются анаэробные газы, вот метан, еще чего-то там. Но метан, он не пахнет, но там еще целое что-то выделяется. Вот это вот, как раз когда вот эта большая свалка, ее насыпали свалку, вот, насыпали, вот хороший конус такой, да. Потом говорят, ну все, еще мусор есть. Его сыпят, его круче сыпят, да. Ну, понятно, но это не положено, но сыпят, а куда денешь мусор, вот он ведет. И в конце концов, когда так вот насыпано, она трескается. И вот из этой трещины большой, значит, выделяются свалочные газы. О, это в Петербурге такое. Знаете, да, там есть район целый, который страдает постоянно от запахов, и там колпак уже какой-то строили, уже иностранцев звали, а сейчас сами будут справляться, видимо, на севере. Там, когда ветер дует в ту сторону, невозможно находиться. Я даже еду в машине, чувствую, думаю, у меня загнило что-то. Еду, это я еду на скорости. Думаю, сейчас проветрию, я окно открываю, батюшки. А там еще хуже. А надо закрывать. Да, 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 это прямо настоящая проблема. Я забыла, как называется. Знаете, вот, видимо, то, о чем вы рассказываете, сейчас я поняла смысл, почему, откуда запах. Видимо, потому что самое произошло. А значит, бумагу надо перерабатывать, да, желательно? Бумагу-то ее лучше не использовать в таком количестве. У нас все, давайте вместо полиэтиленовых пакетов будут у нас бумажные пакеты. А вот эти бумажные пакеты гниют, они там как раз лежат. Ничего себе. Нет, конечно, если вы бумажный пакет сожжете, вот он гнить-то не будет. Да, вот это поворот. Вот это поворот. Это называется благими намериями вымощена дорога. Вы сами знаете куда. А картон? Ну, картон можно сделать. Ну, это то же самое и картон, бумага-картон. Он то же самое, его уже никуда не денешься, только сжечь. Ну, только сжечь. Да это хорошо сжечь-то его, нормально. Да, кстати, его-то можно еще как-то переработать, между прочим. Из него-то, как же, получают из бумаги-то, измельчают ее там, волокна отделяют. Ну, это тоже химия, это тоже травить окружающую среду. Но это понятная технология, да, это понятная технология. Там, в общем, ничего такого необыкновенного нет. Этой технологии уже больше ста лет, как перерабатывать. Вторичная переработка бумаги и картона. Это не ново. Это не ново. Из нее потом можно делать картон упаковочный, например. Какие-то строительные материалы можно делать нормально. Бумага с этим нормально, а вот это вот. Ну, все, перевернулась у меня картина. Ну, вообще, мусор лучше сжигать. Но при этом, при всем при сжигании мусора, надо, чтобы вот эти дымовые газы, которые выходят, их очищать от примесей серы. Там могут быть примеси галогенов, ну, всего чего угодно. Вот это вот очищать их и все. Ну, а примеси серы вы, например, пропустили через негашеную известь. У вас получился гипс. Даже строительный материал. Да. Ну, в крайнем случае, это какая-то будет неорганическая порода, которую можно где-нибудь и закопать, в принципе говоря. Будет у вас-то заполнять какие-нибудь там, как это, овраги, все эти котлованы, все прочие вот вещицы. Или адресникам новосечения памятников. Да, строить памятники. Но они, правда, не долговечные гипсовые памятники-то. Ну, да, да, как раз это. Как раз не надо будет потом. Что там думать, как заменить его, да, будет как раз. Новый кумир появится, да. Вместо Чебурашки, Микки Маус. Помните такой фильм Бакенбарда? Я посмотрела его. Про зарождение националистических движений. Это позднесоветский такой, 88-го года фильм, когда там, в общем, я рекомендую всем пересмотреть. Может быть, сейчас немножко больновато будет его пересматривать. Моментами. Но вот до событий он смотрелся очень свежо. И там, как возникают движения военизированные, хорошие идеи. То есть там возник такой персонаж, который очень любил Александра Сергеевича Пушкина. Ну, точнее, он его как бы взял за образец, на цитаты правильным образом. И вот, что надо жить правильно, ходить с тростью. Разработал бой тростью, отрастил Бакенбарды. И все его последователи, значит, они имели эти кричительные черты. Ходили с тростью с Бакенбардами. И армию практически в городе из хулиганов сделал идейных с Бакенбардами. И потом, как что-то происходит, руководство начинает с этим бороться. И им срезают эти Бакенбарды. И последний кадр... А, да, да-да-да-да-да-да. И он, когда приходит, говорит, нам нужно в мастерскую к художникам, просто к вопросу о кумирах. Он говорит, мне нужен Бюст Пушкина. Он говорит, у меня нет Пушкинов, у меня только Ленины. И у него там стоят они, сохнут. Он говорит, ну сделай Пушкина. Он взял прям вот этот вот, прям такой кадр смешной. Наверное, настоящий скульптор. И он так взял этого Ленина. И так вот ему вот так вот, откуда-то так взял. Хоп-хоп. Так раз. И смотришь, и вот из Ленина раз, Пушкин получился. То есть Бакенбарды носик подправили. Удивительно, магия. Да, там просто вот это на 30 секунд из одного в другое. Закончился фильм тем, что срезали им там Бакенбарды. Их запретили это движение. Ну, потому что они уже вредить стали. В общем, неуправляемые. И они тогда, и последний кадр, что они побритые идут. И уже под строчками Маяковского. А как Маяковский, да. Ну, уже, да. Уже они такой рабочий, это самое, с цигаркой. Там этот рабочий образ. Нет, ну, это образ, так сказать, хулигана. У нее уже образ хулигана был. Барышня и хулиган. Помните? Такой даже фильм был. Он там играл этого самого хулигана. Барышня и хулиган. Да, да. Так, цигарка. Бритая голова. Да, Маяковский. В том, что, как самые любые прекрасные идеи, можно, там, довести до полупри... До негативных, да. До негативных. До обратного. А главное, потом, можно сменить вывеску и продолжать заниматься тем самым. Сбрить бакенбарды, побрить голову и будешь, как Маяковский. Да, да, да. Там тоже много цитат. Вот. Какая-то такая блуза с широкой полоской, да, как у Маяковского. Там Сухоруков, по-моему, играет. Да, да. Это для него подходящая роль, очень, для Сухоруков, да. Я что-то видел какой-то, когда-то в ту пору, наверное, кусочек этого фильма, скорее всего, да. И там Сухоруков. Да, это такое позднее перестроечное кино. Ну, вот, сейчас без пяти одиннадцать у нас в нашем времени. Вам скоро заканчивать, нам скоро заканчивать. Надо прощаться. Так что, чтобы вы везде успели, мы сейчас простимся и договоримся о следующей встрече. Попробуем договориться, хорошо? Да, давайте. Спасибо. Да, это вам спасибо. Публике спасибо за внимание. Вот стараемся как можем, да. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, который я не веду. А как-то вы не ведете его? Ну, я его забросила. Ну, в смысле, у меня такой телеграм-канал, он как фамилия моя. О, Ножко, просто, там, Кирилли. Но вы его не ведете? Ну, я его вела, 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 и вот сейчас вот я загрустила, и вот пару месяцев я редко туда что-то пишу, потому что он у меня был такого юмористического плана. Ну, смешные комментарии к новостям, какие-то мемы там. А сейчас смешных комментариев нет. Ну, я сейчас уже немножко привыкла, поэтому я сейчас возвращаюсь. Скоро будете опять смеяться, да? А, кстати говоря, вот в телеграм-канале там только писать можно или... Ну, вообще там все что угодно, там даже трансляции, там даже видео можно делать, но это, я вам говорила уже, это не то место, куда люди заходят, чтобы смотреть видео или слушать аудио. Это то место, где люди заходят быстро что-то прочесть. В принципе, как канал доставки, мол, ссылки буду туда давать на видео, это можно использовать, наверное, но там нет органического роста. То есть вы в телеграм... вот в ютубе вы... вам рекомендация может подкинуть что-то. То есть от вас усилий не требуется. От вас усилий только на кнопку нажать, посмотреть. А в... и в инстаграм то же самое. И даже, ну, в каком смысле на фейсбуке. А вот в телеграм это невозможно. То есть вы вот кого себе добавили, вы должны быть активным. Человек, который прошел, нашел, набрал, а ножка добавился. Это ваше, как бы ваше действие. Людям, понятно, это все, если они недостаточно мотивированы, если они не понимают, зачем это надо, они этого делать не будут. То есть за вами, может, еще и придут, но все равно вы потеряете до 80% аудитории, потому что вот так, чтобы вот прям действовать. А органического роста незнакомых людей к вам будет приходить мало. Но сейчас еще такой момент при насыщенности телеграма, потому что у всех очень много каналов, и даже если вас будут рекомендовать незнакомым людям, то, что у них дойдут там руки, чтобы там вот именно через телеграм вас найти, посмотреть, это... То есть у всех по своему каналу, да? Да, там другой принцип пока. Вот, и поэтому туда можно зайти, вот как-то там в качестве эксперимента, но я пока не представляю себе, как там можно царем горы стать, ну, грубо говоря. Ну, задача такая... Как можно продвигаться, да. Ну, да, да. Ну, то есть это как то место, куда можно сливать какую-то информацию, да, в надежде, что это кто-то просит. Короткую, да. Либо анонсы, может быть, завлекательные какие-то, писать короткое резюме и ссылки. Ну, да, ну, да, ну, да. Ну, как-то так. Это будут люди откладывать, и, может быть, не знаю, надо придумать. Можно стать уже автором нового формата. Это тоже просто поизучать, посмотреть, и... Ну, да, ну, да. Там, кстати, есть кнопка монетизации, можно прикрутить. Я вам могу форвардовать там пример один. То есть вот донаты принимать там можно, например. Ну, я... Да, для нас, для профессиональных нищих, это очень важно, да. Ну, это важно, потому что... Да, вот, кстати говоря, как профессиональные нищие, зрителям напоминаю, что внизу есть вся куча там вот всех этих способов прислать мне денег, да. И, да, действительно работает, оказывается, как это, Тинькофф банк на прием в иностранные валюты, да, он работает. Туда можно перевести, переводить деньги. Кстати, радуйтесь, товарищи. Ну, это я сам себе говорю. Да, это не... Так, ну, давайте помашем вам рукой. До свидания. Продолжение следует...